Что случится, если известный лауреат Нобелевской премии появится в телевизионном сериале? Это, пожалуй, самое большое событие в мире физики за последние годы. Знакомьтесь, доктор Джорд Смут. Лауреат Нобелевской премии и один из последователей теории Большого взрыва. Главный задач моей работы — понять, как возникла и развивалась вселенная, и, возможно, предсказать её будущее. Но доктор Смут также является огромным поклонником сериала Теории Большого взрыва на CBS. Поэтому он решает отправиться в Голливуд как приглашённая звезда для съёмок в роли самого себя. Я думаю, это великолепная возможность, и мне очень нравится это шоу. Оно про Большой взрыв, а это то, что я изучаю всю свою жизнь. Было очень лестно, потому что он написал некоторые фразы для нашего шоу, и мы невероятно польщены. Да, вы поймите, этот человек, он просто для наших парней, он типа, ну, рок-звезда, он для них, вот. Да, да, рок-звезда, точно. Нужно отметить, что он уже поправлял моё произношение некоторых терминов технических, и он, естественно, прав. Здесь собрано очень много супергероев вместе, это очень необычно. Когда ребята узнают, что доктор Смут выступает на конференции в Сан-Франциско, они не задумываясь садятся в поезд и отправляются в путешествие на север Калифорнии. Да вы поймите, он же просто бог для этих ребят. Ну да. Ради него они отправятся в любую точку Земли любым способом. Он для них ещё круче, чем Бритни Спирс для девчонок. Вот именно. Ну а для продюсеров шоу, наличие лауреата Нобелевской премии в кадре обеспечивает обязательный успех самому шоу «Теория большого взрыва». Это действительно здорово, это событие, я имею в виду, мы шутим же про учёных, и надеюсь, что шутим очень успешно, а ведь все эти люди и меняют наш мир. Кстати говоря, доктор Смут пошёл ещё дальше, пытаясь добавить чуточку своего собственного юмора в этот сценарий. И когда мы получим Нобелевскую премию, вы снова будете на коне. Доктор Купер Гяббер рад иметь такого блестящего помощника в моих исследованиях, но вы всего лишь человек. Ох ты ж. Джош Смут имеет представление о всех аспектах жизни, включая написание сценариев для комедии. И он подавал нам хорошие идеи. Тем временем бедная Пенни, находящаяся по другую сторону бригад, видит в докторе Смуте интеллектуальное развращение для ребят. Слушайте, ну он как будто влюблён в них. Он меня хоть раз упомянул вообще? Джордж упоминал Пенни? Нет? Вот, понимаете. Ему бы всё Леонардо да Шелтоны. И, видимо, знаете, не зря Пенни называет его Джордж Смут. Если ребят так и весёлый, и команда такая сплощённая, естественно, мне тоже было весело. Озвучено по версии Куку Кураш Бомбей. Спасибо. Продолжение следует...